Пророки Говорят Александр Николаевич, мы начали говорить о страданиях Мессии, о котором записано в Исаии 53 главе. Мы с вами рассмотрели о том, что Мессия представлен здесь как муж скорбей, как раб Божий, которого Господь послал на страдания, послал для спасения рода человеческого. И мы с вами рассмотрели о том, что образ Мессии не соответствовал тому образу, который израильтяне себе нарисовали, когда ждали пришествия Спасителя. В их ожидании это был некий царь великий, со славой, с величием, своим свойством своим. Здесь же мы видим раба, который несет на себе позор, проклятие. У Исаии мы читали в 53 главе о том, что мы ни во что не ставили его, у него не было ни вида, ни величия, и все, что было, отторгало внимание людей от этого Спасителя, от этого Мессии. И мы с вами здесь продолжаем исследовать и видим, что Исаии нам объясняет, что это не проклятие, а это спасение. Он несет на себе проклятие. Но проклятие не свое, не свои грехи, а грехи всего мира. И он спаситель другого порядка, он не спаситель от римского ига или от Вавилона, но он спаситель от смерти, он спаситель от греха. И вот мы начинаем с шестого стиха. «Все мы блуждали, как овцы, соратились с каждой на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст своих, как овца, веден он был на заклане, и как агнец пристригущим его безгласен, так и он не отверзал уст своих». Что здесь происходит с народом? Сказано, что мы все рассеялись, люди рассеялись, как овцы. Создается впечатление, что Исаия хочет убедить слушателей и читателей о том, что вот этот раб распитый является тем пастухом, который может собрать все народы и рассеянный Израиль. Да, именно грех рассеял народы, сделал всех людей и все племена, они как бы противоставы, они разбросаны по всем континентам, не имеют единого какого-то руководителя духовного, действительно, как потерявшиеся овцы. И поэтому Богу было очень жалко взирать народ человеческий. И помните, когда Христос пришел в наш мир, Он говорит, когда Он видел толпы народа, идущие, искающие Его, Он жалился над ними, ибо они были как овцы, не имеющие пастыря, никому не нужные, блуждающие, не знающие, куда идут. И, конечно же, Он был тот, кто мог собрать их всех, своей великой любовью привлечь. Каждого, который не знал, куда идти, Господь к себе влечет, как к родных. Здесь интересный момент, да, мы находим, что есть универсальное средство, которое может объединить всех людей. И это не богатство, не золото, не борьба даже с внешним врагом, которое также является консолидацией сил, когда народ объединяется против внешнего врага. Он показывает, есть нечто, что универсально во все века, во все времена. Это грех. И поэтому универсальное средство спасения для всех и объединяет все народы, все племена, которые собирают их в одну общую пасту. Против общей беды. И что, обратите внимание, здесь говорится, как агнец предстригущими, его безгласен, так и он не отверзал уст своих. И мы вспоминаем, когда Иисус Христос стоял перед Пилатом во время суда, как раз исполнились вот эти слова. «Мне ли не отвечаешь?» Да, сколько раз он его спрашивает, Христос не отвечал, ему ни слова написано. Когда пришел к Ироду, его привели к Ироду, второй этап суда, и Ирод много вопросов задал ему, но Господь ничего не говорил. То есть он в защиту свою ничего не говорил. Вот в данном случае его жизнь, все, что он делал, они сами по себе его дела свидетельствовали, очень сильно говорили в пользу того, что он невинный. Здесь слова уже не могли что-то помочь. Видимо, это напоминает, как дьявол через фарисеев хотел вывести Иисуса из себя. Когда они, уже когда он был распят, на кресте висел, вот эти последние часы, когда они ругали его, когда они осуждали, когда они подсмеивались, обвиняли, говорили, если ты, Сын Божий, садись с креста, Христос ничего не сказал. Как по пророчествам, он был истязуем, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца он видел был на заклане, как агнец пристригующим был безгласен. Мы видим всего несколько фраз, которые Иисус бросает в Евангелие. Боже, прости их, Боже, почему ты оставил меня, вот, матерь твоя, он говорит, Иоанну, свершилось. И еще он говорит о разбойнике, ныне будешь со мной вруй. Буквально несколько фраз. Мы видим, что... Где-то 7 или 8 слов. Да, и мы видим, что он нигде не вступает в прение, и такое впечатление, как будто лукавый желает вывести его, чтобы он проклял народ за страдание. Точно, точно. Но Иисус не проклинает, а на себе несет это проклятие и забирает это проклятие на себя. Да, и интересно, тут говорится очень сильно, что от уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Очень глубокая мысль о том, что фактически суд, который они провели над ним, он не был судом правды, который бы заклеймил его как действительно лжемессию и преступника. От такого суда, их произвольного суда, фактически Бог изъял, взял его, что он не имел дальнейших последствий, такой суд. Мы знаем, что даже и римляне были удивлены, как быстро умер Спаситель. Да. Мы видим, что во-первых, что Бог покрыл, покрыл тьмою последние часы страдания Иисуса, как бы забрал его от этой бушующей толпы, которая бросала на него свой взгляд и ненависть свою обращала. И в то же время мы видим здесь о том, что Господь показывает нам интересный момент, что кто род его, понести вот это страдание, вот это беззаконие и вот так умереть. Помните, даже сотник, который будет стоять у креста, скажет, воистину, это Сын Божий. Как бы подтвердит пророчесть, скажет, кто же, это не может быть просто человек, который так умрет с такой любовью к людям. Да. И, во-первых, если бы эти судьи и убийцы его, и палачи, которые там стояли, и те, которые смеялись, могли себе представить, кто в действительности, какого рода он, кто это в действительности, а если бы они себе это уяснили, то они в ужасе бы отшатнулись. Потому что Христос в конечном счете сказал, отныне узрите сына человеческого грядущего, от десную силы. То есть он представил перед ними мгновенно картину второго пришествия во время суда. Что я буду идти в этот мир для того, чтобы воздать каждому по делам его. Но они посчитали, что это кощунство. То есть они не поняли, с кем они имеют дело, в конечном счете. Потому что он был обычный человек, плотник, который о себе очень много думает. Сказано здесь, что он истязуем был, во седьмой стих, но страдал добровольно. Он сам принял тоже это решение, пойти на смерть, получить это страдание, взять на себя проклятие греха, чтобы людям подарить жизнь. Это было добровольно. В этом, наверное, также величие смерти Христа. Он добровольно принимает это решение. Да, потому что в Евангелии прямо сказано, никто не отнимает жизнь у меня. Имею власть принять ее, имею власть отдать ее, имею власть снова вернуть ее себе. То есть это было самое величественное и самое прекрасное использование свободы. У нас у всех есть свобода выбора какой-то. И вот когда мы используем нашу свободу не в эгоистических целях, а в целях того, чтобы кого-то спасти, то это самое величественное и самое великое и благородное использование свободы. Вот Христос так распорядился той свободой, которую Он имел. Мы видим, что это, наверное, открылось. Вот этот выбор страдал добровольно в Гефсимании, когда Иисус говорит о том, что да будет воля Твоя. Не как я хочу, но воля Твоя. И здесь мы видим, Он страдал действительно добровольно. Да, и тут еще, смотрите, ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что он не сделал греха и не было лжи в устах его. Вообще преступников, его хотели похоронить как преступника, со злодеями. Обычно преступников без всякого, так сказать, почета, гол, обнаженными бросали в общую яму. Это было как проклятие своего рода. Да, и сверху заваливали там камнями, и так он там, они гнили в куче. Если они хотели именно так поступить с ним, этим самым бы никакого понятия о его возвращении оттуда не было бы речи. Но Господь назначил ему гроб у богатого, потому что он не сделал греха и не было лжи в устах его. То есть его обвинение Иисус и казнь будет совершенно неоправданным. Совершенно верно, не было. А вы помните, вот когда мы две записи тому назад говорили, что народ, все они лжицы написано, да? Что народ лживый, а в устах его нету лжи. Поэтому никоим образом невозможно сказать, что, как некоторые говорят, что здесь идет речь не о Мессии, а о народе, страдающем в Иерусалиме и так далее. Или о самом городе Иерусалиме. Вот, потому что совершенно разная характеристика у того же Исаии по отношению к народу грешному и по отношению к безгрешному Мессии. У него в устах не было лжи. Это святое существо. Видим, что еврею было очень важно быть похороненным в гробе или предков, да? Или вот обязательно, чтобы была гробница. Приобщиться вот к предкам, да? Вот мы видим, что когда, видим, была традиция, что когда хоронили человека, то через год приходили потом и его остатки складывали в одну сторону. А потом много раз использовалась гробница. И тем самым, как бы, человек приобщался вот к роду предков своих. Мы видим, что это был как бы знак благословения, да? Они ожидали, что наступит тот момент, когда все вместе они смогут воскреснуть для жизни вечной. А проклятия это бросались все в могилу, вот общую, где разбойников хоронили, где они потом гнили или сжигали. Да, по-моему, это связано с геной огненной. Вот, да, и так было, да. Вот, между прочим, найдены остатки одного казненного преступника на кресте. Вот, именно настолько жестокая это была казнь, что когда его похоронили, вот, он как раз в гробе таком для преступников в яме, вот, то остались остатки костей, и гвоздь настолько глубоко прошел сквозь эти, значит, кости, и часть дерева захватил и загнутый, так вот. И они уже, когда его бросали туда, даже не выдернули этих гвоздей, а просто с остатками этого креста бросили туда. Вот, это была жуткая картина. И это предназначалось и Христу. Но Христос не делал никакого греха, и по воле Божьей он был погребен у богатого, потому что должно было исполниться пророчество, что он в третий день должен был встать, как господин жизни, воскреснуть из мертвых. Мы видим у Исаии даже, в принципе, определенную хронологию. Мы видим, что в седьмом стихе он говорит о том, что он идет добровольно. Мы видим это Гефсиманию, где Христос добровольно отдает себя. В восьмом стихе мы видим казнь, где Христа убивают, это наказывают. В девятом стихе мы уже видим захоронение, где ему уже назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Нам показывает Исаии вот такие моменты в жизни Мессии и с тем, что он будет делать. Как бы шаг за шагом. Да, шаг за шагом. В десятом стихе нам Господь открывает очень интересный момент. Исаия объясняет значение смерти Мессии. Он говорит, что этого не поймут люди, будут считать, что это проклятие. Но Исаия нам дает объяснение. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством через познание его. Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Здесь очень интересно, что означает эта жертва умилостивления. Исаия делает явный акцент, что то, что случилось на кресте, это является жертва и жертва умилостивления. Для человека современного, который, может быть, не сильно знаком с серемониальными обрядами и служением, записанным в книге Левит, очень сложно понять, что имеет в виду Исаия, когда делает акцент этой жертвы умилостивления. Да, потому что Господь ради смерти, ради того, что Христос понес на себе грехи, Он как бы все человечество помиловал. Вот Сына Своего отдал на казнь, который должен был понести справедливое наказание за грехи человечества, Но человечество все с этим помиловано. Умилостивление произошло, замена произошла. Вся вина, все наказание возложено было на Христа, а виновное человечество помиловано ради этой жертвы. Поэтому, если мы признаем, что это за наши грехи, за Мои и за Ваши, Христос умер, то наказание наше Он взял на Себя, а нам оставил помилование. Здесь мы видим такой интересный момент, что, с одной стороны, это есть казнь, а с другой стороны, Бог говорит, это есть жертва. С одной стороны, мы видим гнев Божий, Бог наказал, Он был мучен, Он наказал, то есть Бог излил весь свой гнев на грех, который взял на себя Мессия. А с другой стороны, это и умилостивление Божье, где Бог тех, кто принял Его верою, тот обретает умилостивление, милость и прощение и исцеление, потому что ранами Его мы исцеляемся. Поэтому, говорит, кто познает род Его, что Он в том уникальны, что Его ранами, Его смертью человек обретает новую жизнь и восстановление, и исцеление. Вот эта тайна великой благодати, это фактически сердце Евангелия, вот здесь раскрывается. И сердце Божье, божественной любви по отношению к человечеству, с одной стороны, действительно, Господь не может не наказать грех, вот, грех – это величайшее преступление, и грех должен быть наказан смертью. Наверное, глубина страдания показывает страх, ужас греха, каков он на самом деле, то, что мы читаем у Исаии, и то, что должен был бы пережить Мессия. Да, и то интересно, фактически, или можно так сказать, справедливости ради нужно отметить, что это вот, что плохое, что Он понес на себе, это должен нести человек, каждый грешник. Вот, но Он на себя взял то, что должен понести грешник. Вот, в этом величие Божьей любви раскрылось. И что говорится? Он предал его мучения, когда же душа его принесет в жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. И здесь уже как бы подразумевается, что эта смерть и эта казнь, она не будет такой, что его после этого не будет. Казнен и все. То есть, мы видим по хронологии, идет следующий момент. Он страдал добровольно, есть казнь, потом мы видим погребен у богатого, а теперь следующий момент, Господь говорит, на подвиг души своей он будет смотреть. Он будет жить после этого. Мы видим такой момент, Господь говорит, он узрит потомство свое, в 10 стихе. А в 12 стихе он говорит, посему я дам ему честь между великими, и с сильными будет делить добычу. То есть, как победитель, который одержал победу, и потом делят на поле брани добычу. Это только возможно, если он будет воскрешен. Так и произошло. Следовательно, это 10 текст, он свидетельствует и о воскресении его. И то, что после воскресения он будет ходатайствовать, он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот это еще раз повторение этого всего. Вот этот обмен. Мы оправданы, он осужден. И он претерпел за нас, и мы теперь имеем, мы свободны от наказания по закону. Интересно, что Мессия несет грехи, тем самым освобождая человека. Вот возложил. То есть, явно был показан момент, как с ягненком, да, когда нужно отдать было грех, возложить руки, и тем самым освободиться, жить дальше, а за грех умирал потом ягненок. Но в 12-м стихе нам сказано, что он не только несет грех, понесет грех, да, но он станет ходатаем. Это очень важно. Первосвященником. Да. То, что очень важно, что после воскресения, это будет следующий этап его в плане спасения, это будет ходатайство. Посему я дам ему честь между великими и сильными, будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причинен был, тогда как он понес на себе грех многих. Первое, то, что он сделал, да, он понес грех многих. И за преступников сделался, теперь следующий момент, что он, опять же, он живой, он понес грех, каким образом понес? Вот эти все страдания, мучения и казнь. А теперь следующее, он сделался ходатаем за преступников. После всего. После всего он сделался ходатаем за преступников. Священное Писание в послании к евреям же говорит совершенно ясно, что главное о том, о чем говорим, мы имеем такого первосвященника, который является священодействователем святилища небесного, святилища искиней истины, которую воздвиг Бог, а не человек. И он является ходатай нового завета. Он ходатайствует за людей, как велика любовь Божия. Сам принял на себя страдания, сам принял на себя смерть, сам становится, опять-таки, продолжает ходатайствовать за человеческий род. Интересно, что мы видим реакцию. Если до этого Мессия молчит, неся на себе молча страдания, никого не обвиняя, а вот тут как бы совершает этот подвиг, то теперь он на подвиг души своей смотрит с довольством. У него есть определенная радость. Он теперь может, он претерпел ту темную полосу, которую он нес. Вот крест сам, ему самому нужно было точить это точило, которое он в Гефсимане и потом на Голгофе. А сейчас он испытывает эту радость, что после страдания есть радость. Смотреть с довольством. Да, довольство. Есть радость от того, что теперь многие, поверив в него, могут обрести спасение. Теперь есть на кого, кому отдать все свои грехи, прегрешения, и получить от него же теперь прощение, милость и спасение. И что интересно, что мы – это те, кого он добыл. Добыча, когда что-то, кто-то приобретает, охотник ли или воин. Который победил врага и теперь забрал у него. Отня у него, вот это то, что ему принадлежало. Это как Авраам, который побежал за четырьмя царями, вот, и отбил их у этих царей и забрал добычу. Что он забрал? Забрал лота, забрал его семью, вот, он их вернул назад, спасение совершил. Теперь он эту добычу забирает. Это его добыча, это его. И теперь он отнимает у дьявола, у смерти, то, что забрал сатана. Вот, и он делает это своим теперь. И это величайшее дело, которое он совершает. Мы его добыча. С такой радостью можем в этом сказать, да? Поэтому Иисус и говорит так вот о себе, да? И я есть воскресение и жизнь. Всякий верующий в меня, если умрет, оживет, да? Иван говорит, мечтаем, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свою единородно, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть мы видим, что теперь главным мостиком, который соединяет нас с этой великой жертвой и с этим планом спасениям, это вера. Вера в то, что Мессия должен сделать для меня. Если народ Ветхого Завета, читая или слушая эту главу, должен был бы верою в будущее, градущее избавление, вот принять это спасение, ожидая его, то мы теперь, оглядываясь назад, как совершившийся факт, мы верой принимаем то, что уже Господь сделал по факту, и также с будущим ожидаем градущего изменения, который этот же Исаия нам описывает, говоря о новой земле, о новом небе, где будет обитать правда, и где будет совершенно иное царство. Знаете, когда у меня бывали когда-нибудь сомнения, ну, редко, но иной раз, как враг навевает сомнения, я вот вспоминаю вот именно эту главу. И тут настолько четко за 700 лет еще до Рождества Христова предсказаны его миссии, его страдания. И когда это сравниваешь, ветхозаветный документ, который действительно располагает современное человечество этим ветхозаветным документом, книгой пророка Исаии, и его сравниваешь с новозаветным документом, с Новым Заветом, то видишь, что свидетельство этих совершенно, как бы независимых источников, оно одно и то же, что жизнь Иисуса Христа подтвердила это. И вот этот ветхозаветный документ, книга пророка Исаии, сегодня находится в Иерусалиме, в буквальном городе Иерусалиме. Там же есть храм книги, музей такой специальный, идешь, как бы он под водой расположен, вход в этот музей, это круглый огромный зал. И посреди него большая колонна, единственная такая тоже круглая, значит, диаметр круглая колонна, и по ее периметру расположена найденная книга пророка Исаии в кумранских раскопках, в пещерах найдена, где-то так в 50-е годы найдена. Это книжка, книга пророка Исаии. Самая древняя рукопись книги Исаии. Да, книги Исаии. И ей, значит, больше 2000 лет уже. И вот она на 16, по-моему, кожах, специальных козьих кожах, была написана и сшита. И вот она расположена, значит, по периметру вот этой колонны, под стеклом, и подсвечивается. И что каждый житель Иерусалима, и каждый, кто приезжает в Иерусалим, он идет туда на экскурсию и читает, и может читать этот древний документ, который свидетельствует, что Мессия умрет и понесет на себе грехи многих. И воскреснет, и будет ходатаем. То есть Библия продолжает и сейчас говорить. Библия и сейчас призывает человека, чтобы он прислушался к авторитетному пророческому слову. Дорогие телезрители, мы призываем и вас, исследуйте Писание, верьте пророческому слову, читайте удивительное пророчество о нашем Спасителе, и читайте его удивительные слова, которые он говорит о том, что он скоро вернется на нашу землю. Не теряйте веры, храните эту веру в Господа нашего Иисуса Христа. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин